И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, как всегда, Алкабарт. И мы, конечно же, будем что-то пить, а заодно об этом и поговорим. Мы имеем две посудки, очки нам понадобятся, я сразу говорю, и пузырёк. Пузырёк, на нём написано Штарк. Конечно, половина сразу скажет, ну, близкая по названию к Старке, и будут правы. Вторая половина скажет, нет, это какое-то другое слово, и тоже будут правы. Поэтому мы берём очки и читаем. О, я ещё одну надпись сзади увидел, я её не видел до этого. Ладно. Оригинальный рецепт, ну, куда же без этого. В 1897 году был основан Брестский винный склад номер 4. Интересно, почему номер 4? С годовым объёмом производства 107 тысяч вёдер. Нормально. Установка паровых котлов на каменном угле увеличила, по сравнению с другими заводами, выход спирта на треть. Повысила качество водки и производительность труда. Первым заведующим назначен Александр Фёдорович Штарк. Кстати, вот он изображен сверху на бутылке. Ну, Александр, усы, то есть, в принципе, всё логично. Тут, естественно, написано, что это уникальный продукт. Ну, это понятное дело. А зачем очки принять, нам ещё состав читать. Авторская рецептура. Куда же без этого. Сохраняем традиции купажа. Куда же ещё и без этого. То есть, в принципе, всё соблюдено. Долгое, насыщенное послевкусие, нам обещают. И отборные натуральные ингредиенты. При этом крепость 42, ребята, крепость 42. Из, давайте сразу скажу, из некоторых напрягающих меня пунктов, то, что это белалка. К белалкам у меня отношение настороженное. Вот так вот, скажем, настороженное. И сейчас будем пытаться читать состав. Вода. Ну, слава богу, хоть я прочитал. Спирт. Какой у нас тут? Люкс. Спиртованный морс чернослива. Так, что там дальше? Дистиллятор жаной невыдержанный. Сок какой? Фруктовый, концентрированный, осветлённый, грушевый. Сок фруктовый, концентрированный, осветлённый, яблочный. Сок фруктовый, концентрированный, осветлённый, айвовый. Блин, айву даже накинули. Ну, так, добавка, натуральный краситель, сахарный колер, экстракт изюма, спиртованный настой травы вереска. Вот что-то в последнее время вереск пошёл в белорусских напитках, кстати. Яблочный экстракт и грушевый экстракт. То есть, в принципе, мы по факту имеем ту самую старку, которая прекрасно сочеталась, собственно, с данной фамилией. Что и неплохо. И ещё про надпись сзади, здесь вот такая маленькая есть. Тут написано, что держит натуральный сок, допускается образование осадка. Осадок. Ну, так, чтобы осадка я, честно говоря, не вижу. Ну, да ладно. Ну, что, вскрываем? Пора бы уже. Пора бы. Тем более, конечно, вот цвет меня немножечко волнует. Ну, ладно. Я бы на их месте делал потемнее, потемнее. Так, рассекатель. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. И ещё раз такой же буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ну, всё, работает. Так. Пахнет-пахнет. Пахнет прям вот, пахнет прям хорошо. Аж даже задумался. Когда наливал, реально хорошо пахло. Но отсюда так вот дало сильно в нос вот этим вот ароматической составляющей, что по ощущениям её прям много. Из рюмчика хорошо. Из рюмчика хорошо. То есть, или может просто это после коньячного. Да. 42-градусный дюшес, господа, имеем. С примесью самогона, айвы, изюма и чего-то там ещё. Ладно, первое. Поехали. Я боялся, что будет жёстче. Для 42-х, в общем-то, это вполне себе неплохо. А как они его... Ага, они его оформляют, как напиток спиртной крепкий. Я просто боялся увидеть фразу «настойка горько». Но нет, напиток спиртной крепкий. Ну и да, сладковато. Сладковато. Грушево-грушево. Насчёт яблочной не знаю, но груша всегда яблоко перебивает в таких случаях. Но даже с первой эти 42 зашли. Вот это прям странно было. Это для меня откровение от Белалка, я бы сказал. Тут сразу третью накапаем. Там ещё что-то было написано, надо будет почитать, кстати. Так. Вот сейчас самое интересное будет, это вторая из коньячного. Запах первый, когда вот я налил, был реально настолько вот так концентрированно вот этот грушево какой-то, что аж отталкивающе. Сейчас оно чуть-чуть постояло, немножечко. Слишком грушево. Вот так. Это слишком грушево. Хорошо это или нет, ну хрен его знает. Кому-то, наверное, понравится. Но вот тут реально, то занадто, то нездраво, как поляки говорят. Реально до хрена. Может быть, конечно, это не предназначено для распития из коньячного. Но оно и не предназначено, если честно. Это я такой извращенец. Но всё равно из коньячного реально очень тяжело по запаху. Очень много всего реально нож чуть ли не закладывает сразу от этого. Но мы, люди такие, мы выпьем. При 42 градусах, при довольно сладком, вот этом всём, оно заходит. Оно заходит, и это страшно, господа. Я сразу уже думаю, что если вот так всадить бутылочку в одно лицо, утром будет голова размером, как у этого зубра, который здесь на Белалковской. Только у вас будет в размер настоящего зубра. И взгляд будет такой же, и рога, возможно. Потому что пьётся мягко, легко. И хрен его знает, чем это может закончиться. Пьётся действительно мягко. Зная, что это Белалка, я уже готовился обосрать, если честно. Так, что-то я тут и видел. Ага, вот. Помню, что тут про коктейль какой-то написано. Сейчас. Сейчас всё будет. Коктейль, оригинальный рецепт. А, это может коктейль просто под именно вот эту вот. Потому что их, по-моему, или два, или три вида. Оригинальный какой-то... Короче, три или два. Штарк, оригинальный рецепт. 60, ну, предположим, не 60, а биттермастер трав. Ну-ка, ну-ка, ладно, сейчас. Медовый сироп. Мёд и вода один к одному нету. Ну, есть, но делать не буду. Наполнить бокал льдом не надо. Украсить цедрой апельсина. Нафиг. А вот насчёт мастера трав. Он-то у меня есть, господа. Он-то у меня есть. И я вот сейчас это дело хочу проверить. Мне кажется, что он у меня оставался. Он у меня брался, я уже не помню, под что изначально. То ли под пьянку какую-то, то ли под что. И использовался для жарки мяса. Сейчас, секунду. Ну, впервые в жизни буду делать коктейль почти по записям на бутылке. Сколько сюда добавить? У-у-у. Если кто не понял, сейчас происходит успокаивание собаки. Собака обычно успокаивается методом постучать в окно. Но сейчас она там явно кого-то видит. И поэтому брешет. Ладно. Сейчас её успокоят без меня. Может быть, наверное, сразу скажу немножко про вот этот вот Краутер Майстер. Я его не так, чтобы обожаю. Но я его уважаю. Вот так. Есть несколько биттеров такого плана в Беларуси. Это один из двух, которые мне нравятся. Вот так скажу. Там уже Гав пошёл. Ну, интересно. Вообще интересно. Ладно. Блин, Белалка. Кто у вас это придумал смешать? Вы что, извращенцы там все? Мне с чем было намешать, и вы намешали? На какой-то пьянке, на дегустации? Это ж пить невозможно. Срочно убирайте нахрен это. Вот отсюда не позорьтесь. Не, я, конечно, понимаю, что если ещё был бы медовый сироп, если бы ещё цедра и апельсина, да они не спасут ни хрена. Не-не-не-не-не. Вот взять и вот так мне сейчас изгадить впечатление о напитке. Да. Нафиг. А я уж обрадовался, как старый дурак, да? Думаю, сейчас сделаем. Короче, впервые в жизни я делал по рецепту на бутылку. Надеюсь, что я это делал в последний раз в жизни, потому что аж нос зачесался. Блин. Не-не-не. Срочно надо запить. Так сказать, шлифануть воспоминания это. Блин. Что-то я вообще не то делаю. Сейчас, секундочку. Сюда капитошку. Фу. Шлифаню. Полегчало. Ура. Всё. Докапываем заключительным. И четвёртый определяющий. Так. Внешний вид. Меня устраивает. Единственное, почему Александр тоже в зелёном фоне, конечно. Ну, он немножечко зелёный, короче. Позеленел он от чего-то. Я понимаю, что это в общем таком вот антуража надо было создавать. Но зачем? Запах. Без рюмки хорошо. Без рюмки хорошо. Из коньячного очень резко. Реально очень резко. И даже вот сейчас свеже налил. Я к этому привыкнуть не могу. У меня ощущение, что я пью вот тот самый грушевый концентрат просто. Яблоко, как я уже говорил, не особо чувствуется. Насчёт Айвы вопрос спорный. Ну, Айва в принципе вопрос спорный в данном случае. Но хотелось им сделать. Сделали. Ладно. По поводу содержания дистиллята с ректификатом. Довольно сбалансировано нету претензий. Нету. Иногда бывают. Здесь нету. Насколько я помню, ранние старки у белорусских заводов, которые шли с дистиллятом, они хреначили пополам практически. Ректификат дистиллят пополам. И дальше добавляли вот эти груши, яблоки. И это был блеватрон. Сейчас уже все исправились. Вкус. Для 42 очень неплохо. Для 42 мягко. Достаточно сладко. Про долгое насыщенное послевкусие вообще не соврали. Единственное, что я, конечно, вот этой смесью изгадился вообще всё настроение просто. Понимаете? У меня, когда я это выпил, в какой-то момент промыкнула мысль, да пошло ну нахрен выключить камеру и уйти пить пиво. Ну, видите, сдержался. Можно ли брать? Знаете, можно. Это редко. Я про белалка такое говорю. Редко. Крайне редко. Но это интересно. Да, но это очень сильно ароматизировано. Вот так вот. Ну, из коньячного. Поэтому пейте из небольшой посудки и желательно сильно не внюхивайтесь. Так, аккуратненько. Оп, издалека. Оп. Ой, запахло. Бахнули. Занюхали шевелюрой соседа или рукавом, или там, я не знаю, подмышкой соседки и всё у вас будет хорошо. Всё. Буду ли я ещё раз брать? Не факт. Это интересно, но есть старки, скажем так, которые мне намного больше нравятся из белорусских, которые я бы брал ещё раз. Это несколько от МЗВВ, это бульбашевские старки. То есть, ну, как-то вот, ну, так себе. Ну, так себе. На любителя. Как подарочный вариант тоже не прокатит. Потому что, опять же, среди белорусских старок, а это относится именно к старкам, давайте не врать ни себе, ни людям. Ну, есть и внешне тоже получше. То есть, это белорусский продукт, да. Причём, молодцы, я не против. Они его сделали хорошо. У меня есть к нему какие-то претензии, но брать я его больше не буду. Вот так. Сделано хорошо, но я не возьму. Ну, вот, наверное, вот это будет самым правильным определением для данного напитка. И сейчас будет заключительное, которое будет питься за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждёте следующих видео, ходящих с пугающей периодичностью. За то, чтобы всё у нас у всех было хорошо. Кошка, сволочь, не жри огурцы. Кошка, кс-кс. Не мыр, а кс-кс. Скотина. И, в общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok